На этой неделе в Украине вспоминали Майдан. Четыре года после самых тяжелых дней противостояния в Киеве. И уже четыре года без приговоров организаторам и исполнителям убийств. Задумайтесь, насколько это цинично. Почти все преступления против Майдана совершались буквально в прямом эфире. Все записано, все виновники известны, но до сих пор не наказаны, даже заочно. И с этим приходится жить не только нам, обычным участникам и наблюдателям протестов, но и родственникам тех, кто погиб на Майдане и пострадавшим. Евгения Коваленко продолжит эту тему. Именно здесь, в Михайловском монастыре, церковные колокола впервые сообщили о разгоне митингующих. И среди ночи созвали всех на Майдан. А позже здесь обустроили операционную, сносили раненых и отпевали первых героев Небесной Сотни. В ту декабрьскую ночь в колокола звонил Иван. Тогда еще студент Богословской Академии. Сейчас уже сам преподает. Вспоминает, не догадывался, что силовики штурмуют Майдан. Пока в монастырь не начали звонить активисты. В последний раз эти колокола так звонили, когда на Киев напали татаро-монголы. Иван бил в набат целую ночь. Но самое страшное было потом, когда в монастырь стали привозить пострадавших. В Михайловский монастырь приносили не только живых, но и мертвых людей. И сгорел их из профспелок. Две люди не было, я помню. Одразу же поделили. Тут лежали люди в контужении. Тут были люди поранены. А справа лежали люди, которые просто хотели отпечатать. Одним из сотен раненых на Майдане был и он. Школьный учитель химии Сергей в 2014-м оставил жену дома, двух дочерей и поехал в Киев. 20 февраля на Институтской, прежде чем сам получил тяжелое ранение обеих ног, успел вынести из-под пуль нескольких человек. И этим себя спас. Потом были годы лечения и реабилитации. Но боль в ногах до сих пор не проходит. Ему присвоили статус инвалида войны. Имеют льготы на коммуналку, проезд, ежегодный отдых. Получил все государственные выплаты. Но содержать семью непросто, ведь Сергей не может полноценно работать. Вещей с Майдана дома у него не осталось. Только государственная награда. Все отдал, как доказательства в судах. Они тянутся годами. Но виновных до сих пор не наказали. Хотя все знают, кто стрелял в Сергея. Когда я делал операцию, эту кулю вытягнули. Ей сделали экспертизу. И установили человека, из чьей ручки она была выпущена. Это Беркутевец, из черной роты Садовника, который встал в Россию. Эти четыре попали Павлу прямо в лицо, когда он снимал видео на Грушевского 19 января. Говорит, даже не сразу понял, что ранен. Ведь тогда и представить не мог, что силовики начнут стрелять по активистам. Одна пуля задела глаз. Операцию Павлу сделали за границей. Глаз удалось спасти, но не зрение. Сейчас Павел помогает таким, как сам, пострадавшим на Майдане. Даже создали инициативную группу. Консультируют по вопросам оформления документов. Только через четыре года после революции власти, наконец, полностью выплатили обещанную материальную помощь семьям погибших и раненым активистам. Но деньги пришлось выбивать, говорит Павел. Выплаты получили больше тысячи украинцев. Однако это далеко не все пострадавшие. Геннадия тоже ранили на Майдане, но он не захотел оформлять никаких документов. Есть те, кто действительно нуждаются. Я таких видел, вот ребят, у которых полчерепа, например, нет. Ну, честно говоря, я особо в деньгах, так что сильно не нуждаюсь, а тем более в подачках. Он приехал на Майдан в середине февраля. Дежурил на вахте, помогал активистам. Вспоминает, в ночь на 19-е взял только шлем с дубинкой и пошел к своей сотне возле дома профсоюзов. Там, когда оттягивал раненых с передовой, картечью ему посекло лицо. На скорую руку раны зашили в полевом госпитале. Я не герой. Герои те, кто погибли. Это те ребята, которые шли на пули. Я два или три дня лежал дома, а потом понял, что что-то у меня рот не очень открывается. Когда сделали снимок, сказали, что у вас три народных тела в голове. Операцию пришлось делать за границей. Он полгода не чувствовал часть лица. Но сейчас Геннадий поправился. Даже следов не осталось. Только воспоминания. Я видел, что все это искренне происходит. И что это происходит не за деньги. Для меня это очень важно было. И для меня важно было, что люди чувствовали, что они могут что-то поменять в этой жизни. Пока же единственное, что никогда не меняется, это бесконечное следствие по делам Майдана. Сотня погибших и тысячи раненых. Спустя четыре года виновники до сих пор на свободе. Евгения Коваленко, Ольга Паломарюк, Ирина Дьяченко, Вячеслав Фролов. Подробности недели. Телеканал Интер.